Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Парадил. И мы сейчас будем обозревать мои новые крафты. Да, дело в том, что, как мы знаем, в 1.3 или даже в 1.2, не помню, по-моему, в 1.3 всё-таки добавили возможность очень легко менять крафты Майнкрафта. Ну и, в общем-то, условие, то, что мы можем менять крафты уже тех вещей, которые в Майнкрафте есть. То есть, без модов и без всяких там командных блоков нельзя поменять там, ну, типа, создать какую-то свою вещь. Так вот, и я решил переделать баланс в Майнкрафте. Я решил добавить крафты тех вещей, которые хотелось бы скрафтить нам, возможно, но они недоступны к крафту. А также, это дать возможность избавиться от ненужных вещей, перекрафтив их во что-то более полезное. Вот, собственно, задача моего датапака. Да, то есть, я сейчас буду вам показывать датапак. Так вот, давайте же посмотрим, что у нас в датапаке. Во-первых, вот, как вы видите, вот такие вот камешки есть. Давайте их возьмем. И попытаемся их закрафтить. То есть, в любом месте, если мы ставим два полированных, например, диорита, можно разных, то есть, диориты, полированный диорит, например, мы получаем за два диорита один Незеркварс. Если что, как вы знаете, примерно столько он и стоит. Ну, нет, два раза больше, на самом-то деле, по-моему, каждые два... Короче, как он крафтится, вы сами знаете. То же самое с антезитом. То есть, как вы видите, такие вот дела. И вот так вот можно крафтить. Дальше, гранит. С гранитом тут все очень интересно. Как вы видите, за три гранита мы крафтим два Незеркварса. Естественно, граниты тоже взаимозаменяемые. Кстати, насчет диоритов. Можно диорит и антезиту так поставить, и как вы видите, даже между ними, понимаете, я делаю в том, что я проставил теги. То есть, получается, что мы можем и диорит, и антезит ставить отдельно, но при этом получать все равно Незеркварс. Так что, вот такие вот дела. Ну и, в общем-то, полезный крафт. Дело в том, что... Почему я так сделал? Потому что, в общем-то, эти камни многим не нравятся. Ну, то есть, они не очень красивые, их зачастую много скапливается, и, как бы, никто из них не строит. А кварц всем полезен. То есть, из кварца тоже делаются блоки, которые гораздо красивее и лучше, короче, в кварц преобразовать. Кроме того, кварц участвует в крафтах редстоуновых и других. Поэтому, собственно, я дал возможность... То есть, этот диорит, он как бы обычно крафтится как раз-таки из булыги и кварца. Так почему бы не дать раскрафтить обратно? Таким образом, мы получаем возможность получить кварц, не ходя в ад. Это во-первых. Во-вторых, то есть, мы избавляемся от этих некрасивых камней. Второе, что я сделал, это вот эти вот вещи. То есть, крафт алмазной мотыги, точнее, вот эти вот все вещи мы можем раскрафтить. Да, раскрафтить. Что значит раскрафтить? Это значит, что мы можем от них избавиться, получив что-либо. Вот, мы ставим сюда часы, получаем 4 золотых слитка за них. Ставим ботинки, получаем 3 золотых слитка. Ставим нагрудник, получаем 7 золотых слитков. Заметьте, что как бы нагрудник стоит, например, 8 золотых слитков, но получаем мы только 7. Это сделано для того, чтобы, собственно, для баланса. Но мы, то есть, вот единственное, что часы, но часы, они как бы вообще не ломаются. И, то есть, можете раскрафтить их. Потеряв 1 редстоун, то есть, мы потеряем все-таки редстоун, но редстоун, это одно дело, а другое дело 4 золота потерять. Значит, золотые поножи 6, как вы видите, золотой шлем 4 стоит, значит, золотой топор 2 золотых слитка стоит, золотая кирка тоже 2 золотых слитка, золотая мотыга, 1 золотой слиток. И, как вы видите, у меня здесь нету одного золотого инструмента, это золотой лопаты. Во-первых, потому что золотые лопаты иногда используют для быстрой копки, то есть, они могут быть все-таки юзабельными, если у тебя много золота, и нужно очень быстро все выкопать. И, во-вторых, потому что золотая лопата, там всего лишь 1 слиток, то есть, единственный выход, это там, например, инготы золотые, крафтить из золотой лопаты, то есть, переплавляя ее. Но я не вижу в этом смысла, то есть, золотая лопата у нас не разбирается. Все же остальные золотые инструменты вполне себе разбираться. И алмазная мотыга, она раскрафчивается у нас в один алмаз, как вы видите. Ну и, в принципе, я могу вам вот показать, что как бы все раскрафчивается вот алмазную мотыгу. То есть, да, один алмаз, то есть, но это как бы не читерно, это наоборот, так оно и нужно. Потому что, если бы у нас был, я бы давал раскрафтить два алмаза, алмазную мотыгу, то тогда бы это было, ну, слишком, слишком, то есть. Но с другой стороны, мы иногда в крепости, например, в крепости, можем найти алмазную мотыгу. Или в деревне. Ну, то есть, иногда они встречаются, насколько я помню, среди алмазных инструментов. И в таком случае, как бы, она нам не нужна, и сделать с ней ничего нельзя. Поэтому, будем раскрафчивать их теперь. дальше, шерсть. Любая шерсть, в принципе, дело в том, что здесь есть тех, тоже, любая шерсть, теперь у нас раскрафчивается в две нитки. Почему в две нитки? Почему она в две именно нитки раскрафчивается? Потому что, крафтится шерсть, как вы знаете, а может и не знаете, из четырех ниток. То есть, из четырех ниток можно получить одну шерсть. Но, как бы, шерсть-то мы можем бесконечно получать с овец. И овец легко разводить. В то время, как нитки получаем из пауков, а пауков трудно упивать, и вообще, больше, нигде не возьмешь эти нитки. То есть, сложнее, пожалуй, шерсть найти, чем... То есть, сложнее нитки найти, чем шерсть. В итоге, ну, если шерсть состоит из ниток, то почему нельзя бы расплести эту шерсть и получить эти четыре нитки? Ну, во-первых, четыре нитки это читерно, а во-вторых, то есть, это, опять же, слишком читерно, слишком много у нас овец, и так далее. Но, из одной нитки шерсть тоже не может состоять. То есть, если шерсть состоит из одной нитки, то получается, что, как бы, чем она отличается, собственно, от нитки? То есть, это просто запутанная нитка, или что? Так вот, я решил сделать из... то есть, раскрафт в две нитки. То есть, будем считать, что шерсть состоит из четырех ниток, но эти нитки слишком спутанные. То есть, таким образом, на верстаке мы расплетаем шерсть, то есть, мы разрезаем ее, и достаем оттуда всего лишь две нитки. Остальное слишком запутанное, и мы его выкидываем. Так что, такой вот раскрафт. Довольно полезный. Значит, дальше что у нас еще есть? У нас есть вот каменная плита, глина, и еще одна каменная плита. Это вот уже форменный крафт. Как вы видите, так он не работает, но если мы так поставим, мы получим гладкий камень. Если что, гладкий камень, это один из блоков, который не доступен к нам к строительству. То есть, вот такой вот он, красивый, и теперь он нам доступен к строительству. Вот таким вот рецептом. Согласитесь, очень полезно. Но это форменный рецепт. Видите, то есть, два полблока, и между ними глина в качестве связующего. И получается цельный камень. Я считаю, рецепт очень такие логичные и так далее. И теперь давайте посмотрим. Морской источник. Морской источник. Вот что это у нас крафтится? Вы угадаете, не угадаете? А мне кажется, я знаю, что это крафтится. Да. Так вот. Смотрим. Ставим. Все как есть. Морской источник. Насчет морского источника. Это вы поняли. Морской маяк новый. Вы сами узнаете, что это. И как вы видите, морской источник, это вот тот глаз, который в центре морского маяка. Он из сердца моря и наутилусов крафтится. В общем, очень дорогая штука. Также 4 обсидиана, 2 стекла и 2 редстоун блока. У нас получается барьер. Да, блок барьера. Вот такой вот замечательный. Бамс, бамс. Теперь у нас есть возможность скрафтить его в это в Сурвайвале. И получить его. Очень прикольный блок. И также на будущее. Типа ладно, но об этом потом. То есть, в будущем у нас еще будет барьер нам надобиться. Но теперь мы хотя нет, давайте перейдем сначала сюда. Да. Теперь у нас переплавка. Да, мы можем еще и переплавочные рецепты настраивать сами. Что мы можем переплавлять с моим собственно паком. Что я изменил. Мы можем переплавлять резной песчаник. Что мы после этого получаем. Как вы видите, он довольно долго переплавляется. и резной красный песчаник мы можем переплавлять. И получаем мы гладкий песчаник. Но не обычный гладкий песчаник, а вот такой. Как вы видите, пока что в 1, 3, 2 его крафта нету. То есть, он просто для креатива. И теперь мы его все-таки можем скрафтить. Он со всех сторон имеет одну текстурку. Ну и в общем-то из резного песчаника, то есть, песчаника с крипером, гладкий красный песчаник, тоже такой же гладкий блок, как вы видите, только красный. И, собственно, резного красного песчаника, который с визером крафтится. То есть, нам сначала нужно крафтить обычный сэндстоун, то есть, в верстаке повозиться и потом только обжечь его еще дополнительно. И только тогда мы получим эти блоки. Я считаю, это довольно-таки справедливо, учитывая, что мы можем крафтить по стакам через шрифт. И, то есть, проблем с этим особых не будет. А переплавка это достойная цена за такой, типа, более редкий блок. Тем более, что обжарка, как бы, ее нужно больше использовать. Топлива много в игре. Значит, барьер. Мы можем обжарить барьер, да. Да, мы можем обжарить барьер, вы не представляете, как долго я до этого догадывался. Вот, представьте, это, надо же до такого додуматься, насколько я гениален. В печке жарить, короче, бог барьера. Мать моя женщина. Отец мужчина, как ни странно. хе-хе-хе-хе. Так вот, давайте подождем. Я хочу, чтобы вы увидели, что у нас получится при обжарке барьера. Как вы видите, он долго жарится. Также мы получим довольно большое количество опыта за его обжарку. Но, тем не менее. Так, вот он дожаривается, как вы видите, фактически половину внутривесного угля. И мы получили бедрок. Рецепт бедрока, серьезно? Загляните в справочник, да. Я там рецепт бедрока получу. Да, вот это вот мы можем, обжарив барьер, получить бедрок. Ну, неудивительно, барьер он непроницаемый, но он, короче, невидимый. А бедрок, он как бы тоже непроницаемый, но видимый. Логично, что если барьер обжарить, то как бы он станет видимым и станет бедроком. Такие вот дела. Как по мне, вполне логично. То есть, крафт очень дорогой у этих блоков. Я не думаю, дело в том, что как бы если бедрок отдельно крафтить, то его никто не будет крафтить. А так, если тебе захотелось, ты можешь превратить барьер в бедрок. Ну, если честно, вот эти вот блоки, их лучше в выживании вообще не использовать, потому что вдруг вы поставите где-то себе барьер и все, как бы и жопа будет. Значит, дальше. Броньки. Давайте посмотрим броньки. Броньки тоже у нас обжариваются теперь, как и железная. Железная уже давно обжаривается, но за золотую, как вы видите, мы не ингод золотой, то есть, мы не самородок золотой получаем, а целый слиток, что довольно выгодно. Ну, то есть, если у вас много этих конских броней, с ними нужно что-то делать. То же самое с алмазной, то есть, мы можем из алмазной брони выплавить один алмазик. Я считаю, что это давно пора делать, как бы, потому что, ну, блин, это сам бог велел. Почему нам дают эти броньки, которые вроде бы созданы из алмаза и золота, но на конях никто нафиг не ездит, а если и ездят, то у них одна броня на конях. В общем, как-то так. А в данжах этой фигни куча встречается. А так, ты нашел кучу бронек в данже, пошел их, заплавил, и вот у тебя нормальный лут есть. Хотя бы какой-то. Особенно меня возмущают те чуваки, которые добавляют наоборот крафт конской брони. Какого фига? Конская броня нафиг никому не нужна. Зачем кому-то ее крафтить? Наоборот, нужно, короче, от нее избавляться. Ну, я так считаю. Значит, дальше. Ядовитый картофель. Дело в том, что на один уголь древесный у нас получается переплавляется четыре ядовитых картофеля. И угадайте, что мы получаем из ядовитого картофеля при переплавке. Да! Да-да-да! Вы понимаете, что я сделал? То есть, как бы, у нас есть ядовитая картошка, которая нафиг никому не нужна. Кстати, она не гнилая, она именно ядовитая. Потому что есть такая... Она, видите, зеленоватая. На самом-то деле, я в детстве на огород ездил и, как бы, помогал родителям. И действительно, картошка, если она будет лежать на солнце, то она позеленеет и там яд будет накапливаться. И тогда, короче, ее нельзя будет есть. Она будет горькой. Так что это действительно это не гниль, ничего, это именно ядовитая картошка такая бывает. Если, типа, она близко к поверхности земли, растет там на косте. Так вот, как вы видите, она в древесный уголь превращается. Ну, если обычная картошка печется, то ядовитая, так как мы ее съесть не можем, мы можем ее дольше пожарить. Вы заметьте, что она пережаривается как два обычных, то есть, она в два раза медленнее жарится, как два предмета, то есть, как две печеных картошки. И при этом она превращается в уголек, то есть, мы просто, скажем так, печем картошку более тщательно, потому что мы не собираемся ее есть, а мы превращаем ее в уголек. А уголек выгодный, потому что, собственно, все равно у нас получается очень большая выгода по топливу. Таким образом, ядовитая картошка теперь, как бы, не бесполезна. Она превратилась в топливо. Вместо вот этих вот, этих бревен, теперь мы можем пережигать ядовитую картошку. И, причем, бревна-то мы автоматически не можем добывать. А ядовитую картошку мы можем добывать на картофельных фермах автоматически. Что я считаю очень-очень сильно, скажем так, ну, этот рецепт всем должен понравиться. Значит, дальше. Теперь мы пойдем дальше. У нас есть интересные вещи тут. Ой, очень много тут всяких интересных вещей, вы не поверите. значит, даже не знаю, с чего начать. Да. Как делается этот копион? я чё-то пропускаю реально. так, рамка портала вент. Вот в чём вопрос, как она делается. я ж барьер там сделал, а как делается рамка портала вент? Нужно, короче, посмотреть будет. Здесь же у нас слушайте, давайте книжку откроем мою замечательную. Так, включить режим выживания. Рамка, 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 рамка. Огraine. OOOO поиск, поиск, с Так, ну не знаю Что тут да как Значит, давайте вернём GameMod 1 Ого-го Рамка порта ВВН Сейчас я вернусь Да, я нашёл, в общем-то, вот как она крафтится То есть, как вы видите Изумрудный блок, золотой блок И алмазный блок Значит, три золотых То есть, три золотых блока Изумрудный, алмазный, маяк Эндерняк Эндерняк, эндерняк, то есть, три эндерняка И это нас обязывает То есть, мы не можем прямо с нуля Взять и скрафтить, короче, себе Портал ВВН То есть, нам нужно сначала побывать в ВВН И тогда мы можем поставить портал, где нам угодно Ну, естественно Перед этим До хренища просто ресурсов потратил на это А вы-то что думали? Это просто жёсткие крафты Потому что, собственно, и вещи читерные Понимаете? Как бы, кто вам будет давать такие вещи? Так вот То есть, как вы видите Стоп А чё это? А, давайте уберём Короче, ставим В общем-то, как вы видите Куча ресурсов И эндерняк, естественно Требуется И мы получаем рамку портала ВВН И на самом-то деле То есть, мы можем Таким образом Да, загляните в справочник Мы скрафтили портал ВВН Таких вот штук Для крафта собственного портала Нам понадобится 12 штук Да То есть, 12 штук И специально их нужно поставить И то есть, у нас будет только один шанс Их правильно поставить Иначе, как бы, мы испортим портал То есть, как это делать Ну, разбирайтесь сами То есть, ищите где-то В том числе и на моём канале Возможно, будет ролик в будущем О том, как строить портал этот И, в общем-то У нас есть ещё один рецептик Вот такой вот Если что, вот эти вот яйца Я хочу показать, что Без разницы, какие яйца призыва В этом рецепте используются И вот, символ случайного яйца призыва То есть, если яйцо призыва Летучей мыши в рецепте У меня здесь поставлено Значит, всё равно вообще Какое яйцо призыва То есть, неважно Какое будет яйцо призыва в рецепте Да, здесь есть тоже тег То есть, много взаимозаменяемых вещей Может использоваться Итак, как вы думаете Что у нас таким способом крафтится? А? Как вы думаете Из случайных яйц призыва И, в общем-то Это Рамки портала Вент У нас крафтится рассадник То есть, спаунер Да Мы можем скрафтить спаунер Как вы видите Тут также используется сырая свинина Да Но это как бы подсказка была Ну, потому что по умолчанию Спаунер спаунит свиней И вот в чём весь прикол Кстати, я думал немножко подредактировать Редактировать рецепт спаунера Вот, как вы видите Спаунер такой себе Ну и давайте его брать То есть, как вы видите Его крафт довольно-таки дорог А как бы яйца эти Их как бы Не достать без креатива Но мы их можем крафтить Если что, да Так что сейчас будем рассказывать Как их крафтить Но они тоже очень дорогие Поэтому спаунер очень-очень дорогой Но Как бы спаунер Это-то спаунер Но у нас есть Например Вот такой вот рецепт Хотя нет, ладно Давайте начнём с чего-то попроще Вот давайте начнём С самого такого простого Это алмазный блок Маяк Алмазный блок Череп визор скелета Череп визор скелета И череп визор скелета Как вы думаете Кого спаунит этот крафт? И бирка Яйцо И пузырёк опыта Кстати Вот как вы думаете Кого спаунит такой крафт? С биркой Пузырьком опыта И яйцо Если что Пузырёк опыта Он как бы Хотя и не крафтится Кстати Он не крафтится Я не добавил крафт Пузырька опыта Он получается Спокойно Если у вас есть Деревня жителей То есть Сами догадывайтесь Как вам С жителей Получить пузырёк опыта То есть Вы должны их развести Естественно И как бы Я считаю Что это не читерно То есть Вы должны это сделать Иначе Как бы Зачем вам Спавнер нужен Зачем вам нужны Яйца Мобов И так далее Так вот Ставим например Бирку Яйцо Яйцо Это символ Собственно яйца Опыт Это символ того Что как бы Это скажем так Душа То есть Это духовная энергия Скажем так Не зря нам Священник Блин Я заспойлерил Типа Священник В деревне Продает Короче Эти пузырьки опыта Вам нужно только Дорговаться До них И все Бирки же Мы можем На рыбалке Словить Мы можем Данже Найти Где угодно Поэтому Вот эти вот Ингредиенты Не сложны Скажем так В добыче Но не так сложны В то время В то время В то время Как визор Скелетовые Черепа Вам все равно Чтобы визора Получить Придется найти Алмазные блоки Алмазы Слушайте Казалось бы Алмазные блоки Это ужасно Там и так далее Но Блин Чуваки С удачей 3 Или вообще С киркой На удачу Любой А она Появляется В принципе Довольно Рано У игроков У них Как бы Алмазов Дофигище То есть Вам будет Хотя бы Стимул Копать Эти алмазы А то Чувак Накопал Стак алмазов И все И закончил Короче Копать А так Вы будете Копать На вот эти Вот всякие Приобретения Я считаю Что это Хороший Стимул Стимул Продолжать Копаться В земле Для игрока Значит И маяк Маяк Если что Тут Обсидиан Другие Ништяки На его Крафт Используются Стекло Обсидиан И Незерстар Конечно же Незерстар Это как бы Штука Визера Придется Вам убить И мы получаем Яйцо Призыва Визерскелет Если что Без разницы Как ставить То есть Можно так Можно так И прикол в том Что яйцо Визерскелета Спрашивается Ну вот Есть у нас Яйцо Визерскелета И че ж нам делать Да Яйцо Моба Ну блин И нафиг Оно нам нужно Нафиг Оно нам нужно Прикол в том Что вы находите Любой Спавнер И ставите Туда Визерскелета И он будет Потом у вас Спавнится Естественно Если будет Темно То есть Получается Что если вы Получаете Яйцо Причем Да Насчет Этого Значит Выживание И вот В выживание Мы можем Тоже Использовать Яйцо Только Оно у нас Использовали Использовали Яйцо Как вы видите Мы Потратили Яйцо Но Получили В общем-то Спавнер Визерскелета То есть Получается Визерскелета Крафтится При помощи Маяка Двух Алмазных Блоков И кучи Другой Редкой Фиготы А представьте Чтобы Семь Яиц Сделать То есть Это Насколько Дорогой Крафт Плюс Рамка Портала Которая Тоже Дорого Крафтится То есть Это Нереально Дорогой Крафт У спавнера Но это Спавнер То есть Вы его Можете Поставить Рядом С другим Спавнером Например И спавнить Сразу же С двух Спавнеров Очень быстро Мобов А это Очень Читерно Я считаю Поэтому Такие Штуки Должны Быть Дорогими Насчет Визерскелета То есть Вы можете Найти Где нибудь Спавнер Например Зомби И туда Заселить Визерскелета И будет Спавниться Вместо Зомби Визерскелет Я считаю Что Визерскелета Спавнер Гораздо Ценнее Чем Спавнер Зомби Поэтому Собственно Все равно Яйца Остаются Полезными Даже Без Дешевого Крафта Спавнера Это Вот Я объясню Дальше Значит У нас Есть Вот Например Такой Рецепт Маяк Алмазный Блок Сгусток Магмы Магма Еще Сгусток Магмы И Как Вы думаете Кого Мы так Спавним Раз Два Три Блин Магмовый Куб То есть То же Самое Можем Спавнер Засунуть Магмового Куба Такие Вот В общем То Дела Значит Вот Это Это У нас Эти Коровки То есть Это Спавнер Коров Типа Он Тоже Работает Давайте Все Проверим Потому Что Я Должен Вам Показать Что Все Работает Нормально Тут Будут И Хитрые В принципе Рецепты Ну Фактически Это Мы Уже К Концу Подходим Потому Что Я Не Придумал Что Еще Мне Сделать С Крафтами Значит Яйцо Призыва Коровы Вот Видите Кстати Ведро Остается Это Это Странно Блин Это Неправильно Как-то Мне Кажется Ну Да Ладно Ну Вот Видите Вам Еще Бонус Ведро Остается Значит Используя Любой Спавнер Любой Спавнер То есть Если Яйцо Призыва Летучей Мыши То Это Значит Что Нам Точнее Не Любой Спавнер Любое Яйцо То есть Мы Абсолютно Берем Яйцо Короче Летучей Мыши Действительно Яйцо Чешуйницы Яйцо Короче Крипера Яйцо Курицы Ну То есть Не вот Этой Курицы А Яйцо Спавна Курицы Я имею Ввиду То есть Вы Не путайте Есть Куриное Это Не одно и то же Так вот Вы Можете Любое Яйцо Использовать Для того Чтобы Использовать В этом Рецепте И Вот так Вот Крафтится У нас Яйцо Призыва Спрута То есть Вы Можете Сделать Спавнер Спрута Дальше Вот здесь Вот Как вы Видите Используется Яйцо Призыва Коровы И Как вы Думаете Что Это За Рецепт Кстати Зачарованные Золотые Яблоки Зачарованные Золотые Яблоки Используются Для Спавна Кое-чего Да То есть А чего Они Используются Для Спавна Как вы Думаете Если Здесь В крафте Используется Блок Коричневого Гриба И Мицелий Между Прочим Вот эти Блоки Грибов Они Добываются Силк Тачем То есть Вы Можете Добыть Мицелий Вы Тоже Можете Добыть Тем Же Самым Силк Тачем Поэтому Собственно Не Жалуйтесь И Яйцо Коровы Обычной Ну Я думаю Все Уже Догадались Что Мы Получаем Таким Образом Но Заметьте Яйцо То есть Мы Должны Сначала Скрафтить Яйцо Коровы Обычной И Потом Только Его Не Срасходовал То есть Мы Можем В Спавнер Засадить Корову И Получить Бесконечный Источник Коров Яйцо Призывом Мухомора То есть Как вы Видите Вот Такое Замечательное Яйцо Спавн Замечательных Мобов Но Вы Понимаете Почему Это Так Дорого Типа Кто Посчитает Что Это Дорого Нужно Найти Два Зачарованных Яблока Вот Эти В данжах А Эти Яблоки Они Очень С маленькой Вероятностью Спавнятся В данжах То есть Вам Нужно Будет Лазить Очень Долго По Миру Чтобы Их Робаных Коров Вы Понимаете Это Спавнер Это Самое Крутое Что Может Быть То есть Спавнер Какого Нибудь Колема Ну Нет Спавнера Колема Кроме Жителей Не бывает Но Тем Не менее То есть Вам Не нужна Ферма Все То есть Вам Короче Брать С них И Опыт Убивая Их И Остригать С них Грибы И Короче Супы Брать И Молоко И Мясо И Кожу И Короче Все Что С них Падает И То есть Так Бесконечно Этим Крутые Именно Вот Эти Яйца Спавнеров То есть Это Вам Не Зомби Корова Это Круче Чем Зомби Дальше Значит Вот Этот Спавнер Как Вы Думаете Кого Он Спавнит Как Вы Видите Куча Золотых Блоков Ну Во-первых Мы Знаем Что У нас Золото Как Бы Во-первых У меня Есть Крафты Которые Позволяют Вам Добывать Еще Дополнительно Золото Со Вся Кого Лута Во-вторых Золото Само По Себе Не Очень То И Расходуется То То Ее Его Нужно Куда То Расходовать Поэтому Чтобы Вы Сливали В них Золото И Вот Этот Крафт Как Вы Видите Тут Нет Ни Маяка Ни Золотого Зачарованного Яблока Этот Крафт Рассчитан Так Скажем На Тех Чтобы Самое Дешевое Яйцо То Есть Вот Это Самое Такое Доступное Яйцо Спавна Мобал Для Чего Для Того Чтобы Крафтить Вот Этот Рассадник То есть По идее Я предполагаю Что Тех Кто Будут Крафтить Рассадник Они Будут Крафтить Его Не При Помощи Яиц Для Крафта Которых Используются Маяки И так Далее А При Помощи Яиц Которые Крафтятся Вот Таким Вот Образом Потому Что Здесь Ничего Нет Кроме Золота Алмазов И Стандартных Других Вещей То 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 Золота Как Бы Довольно Много И Я Думаю Не Будет Так Жалко Так Вот Кто Из Этого Спавнится То То Какое Яйцо Получается И Вы Поймете Почему Этот Крафт Такой Доступный То Что В нем Нет Никаких Супер Редких Вещей Потому Что Это Яйцо Призыва Курицы Да Но Как Вы Понимаете Просто Куриц Мы Так Можем Размножать Они И Так Яйца Сносят И Так Далее Поэтому Это Пожалуй Один Из Самых Слабых Одно Из Самых Слабых Яиц И Поэтому Я Собственно Его Добавил В Крафт Но Сделал Этот Крафт Более Доступным И Так же Это Именно Доступным Не Дешевым А Доступным Потому Что Все Так Золото Много Требуется И Так Далее Для Того Чтобы Крафтили При помощи Них Спавнер Да Дальше Значит Ну Что Вот Это Вот У Нас За Крафт Замечательный На самом Толе Крафт Ну Вы Можете Уже Догадаться Что Он Нам Дает Какого Моба Он Спаунит Если Что Паутину Ножницами Срезают Причем Даже Без Силк Тача То Есть Там До Сих Пор На Вике Написано Что Типа Нужно Ножницы На Силк Тач Зачаровать Чтобы Паутину Добывать А на самом деле Нет Пещерный Паук Именно Пещерный И как бы Обычного Паука Мы не Крафтим То есть У нас Есть Только Пещерный Потому Что Обычных Пауков В общем То С ними Ферму Проблемно Делать У них Форма Не Подходящая И В общем То Они Постоянно Застряют Во всех Фермах И С ними Проблемы Одни Только Поэтому Собственно Выбрал Пещерных Их В принципе Любят Формить Там Спаунеры И так Облюбовывают То есть Если вы Хотите Себе Именно Не В шахту Идти В какую То А вот Возле Дома Поставить Такой Спаунер То Вы можете Себе Вот так Вот Скрафтить Естественно Вам Счета И Вот Эти Вот Пожалуй Крафты Мы Потом Оставим На Потом Значит Вот Как Вы Думаете Что У нас Так Крафтится Тоже Яблоко Да Вы Должны Запомнить Что Яблок Этих Вам Понадобится Очень Много Ну Смотря Сколько Вы Захотите Себе Яиц Этих Моб Накрафтить Так Что Эти Яблоки Вам Есть Противопоказано Просто С Моей Перебалансировкой Ибо Они Очень Крутые В Крафте Вот Я Овцы То Ну На самом То Деле Овцы Если Вы Берете Для Шерсти То Как Вы Понимаете Это Не Самое Лучшее Яйцо То 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 Овцы Спавнятся Их Убивать После Этого А если Мне шерсть Нужна Я Как бы Их Стричь То Уже На ней Убивать Наоборот Если Ты Их Не Убиваешь Острижешь Что Шерсть У тебя Цветная Остается И В общем Все Хорошо У тебя Тогда Но Тем Не Менее Можно В принципе Сделать Спавнер И убивать Тогда Их И Вот Как Вы Видите Да Две Головы Крипера Как Вы Думаете Что За Яйцо Мы Крафтим Таким Образом Из Двух Голов Крипера И Вагонетки С Динамитом Да Естественно Вагонетка С Для того Чтобы Удорожить Крафт То Есть Я Постарался Сделать Крафты Наиболее Дорогими И При Этом Наиболее Логичными Как Вы Видите Яйцо Призыва Крипера Вы Скажете Типа Где Взять Голову Крипера Ну Возможно Кто-то Уже Знает Что Типа Можно Взрывать Одного Крипера Другим Но Уже Заряженным Крипером То В принципе Голову Крипера То есть У Трезубца Есть Способность Там С Особым Зачарованием Вызывать Молнии То есть Заряжать Крипера Вы Можете Собственно Ручно А Значит Вы Сможете Все Таки С С Крафтить Это Яйцо Призыва Крипера И В итоге Сделать Себе Спавнер Крипера При Помощи Него А Спавнер Крипера Это Просто Жопа Настоящая Он Очень Очень Полезен И Мощен Значит Как вы Видите Здесь Вот у Нас Такое Как вы Думаете Что Это За Крафт Если Здесь Поводок Седло И Конская Броня Ну На самом То Деле Не Очень Логично Кого Мы Получим То То Мы Не Получим Лошади То Конская Броня Тут Алмазная Не Такая Уж Нужна Как вы Видите Яйцо Призыва Осла То Есть Осликов Ослики В принципе В больших Количествах Не то Чтобы Нужны И В принципе Яйцо Довольно Такие Бесполезное Но Вдруг Кто-то Захочет Типа Дюпать Ослами Например Или еще Что-то Может Се Скрафтить Эту Фигню Значит Дальше У нас Есть Вот Такие Вот Вещи Но Вначале Мы Вот Отправимся Не знаю Куда Это Сюда Вот Какое Яйцо У нас Таким Рецептом Крафтится Давайте Выложим Тоже Зачарованное Золотое Яблоко Да Они В большинстве Спавнеров Крафтятся То есть Ну Естественно Понимаете В чем Прикол То есть Зачарованные Яблоки Используются Для Тех Спавнеров Которые Ну Для тех Яиц Которые Спавнят Мобов Из нашего Мира То есть Из обычного Мира Для Адского Мира Используется Маяк Потому что В нем В его Крафте Используется Незерстар То есть Звезда Ада Адская Звезда Из Визера Которую Собственно В аду Опитает А для Эндеровских Мобов Там Будет Использоваться Собственно Эндеровские Штуки Так вот Яйцо Призыва Поборника Поборники Как вы видите Три Изумрудных Болка Просто С них Изумруды Падают Из этих Поборников Поэтому Собственно Я Я использовал Такой Крафт Стоп Блин Нет Тут Неправильный Крафт Давайте Короче Чет Слушайте Мне Че Редактировать Надо Почему Там Яйцо Призыва Заклинателя Я Наверное Просто Не проверил Крафт Все Попутал Чета Должно По идее Так Крафтиться То есть Как раз Мы Таким Образом Эвокера То есть Заклинателя Получаем Именно Вот Таким Способом Он Должен Крафтиться По идее Да Вот Как вы Видите Мы Получаем Заклинателя И Нужно Именно Поборника Если Что То есть Если Мы Туда Яйцо Заклинателя Поставим То У Нас Не Получится То То есть Здесь Конкретное Яйцо То есть Вам Сначала Нужно Яйцо Призыва Поборника Создать А потом Уже Его Проапгрейдить До Яйца Призыва Заклинателя Если Что Заклинатели Это Те С которых Собственно Тотемы Падают Тотемы Бессмертия И В общем То Это Очень Полезный Моб Поэтому Он Так Дорого Крафтится Аж Из Другого Яйца Другого Моба Вы сможете Спавнер Их Сделать То есть Представьте Формить Тотемы Это Жесть То есть Ты Идешь Лесной Особняк И убиваешь Там Этого Одного Эвокера И он Перестает Там Спавниться И все И то есть Ты получаешь Один Тотем А здесь Ты сможешь Бесконечно Их Получать Другое Дело Конечно Что Эвокеры Довольно Опасные Мобы Но Это Другое Дело Значит Дальше Кто Тут У нас Еще Значит Вот У нас Есть Такой Крафт Угадайте Видите Видите Насколько Все Продумано То есть Сразу Понятно Кого Вызывает Тот Или Иной Крафт То есть Чье Яйцо Делает И Они Приблизительно Равны По Стоимости То есть Они Стоят Похожие Бабки Так Скажем Для Всех Нужны Редкие Вещи Для Всех Нужно Много Ценностей И Яйцо Придыва Кроликов То есть Если Вам Нужен Спавнер Кроликов В принципе Так Кролики Ну То есть Знаете Они Перепрыгивают Ограды Они Постоянно Убегают Они Проблемные Лучше Их Уже Поставить Спавнер И Все Поэтому Как бы Не так Плохо На самом Деле Я Считаю Что Кролики Не Самый Худший Спавн И Вот Этот На самом Деле Очень Хороший Спавнер Да Очень Хороший Угадайте Изумрудная Руда Заметьте Руда То есть Ее нужно Силк Тачим Добыть И Обязательно В горах Копать То есть Вам Нужно Пойти В горы И Копнуть Эту Руду Обязательно Если Вы Руд Вот Такой Вот Я Противный Ибо Должна Быть Труднодоступной Яйцо Вот Это Вот То есть Этот Крафт Должен Быть Труднодоступным Вы Должны Постараться Яйцо Призыва Крестьянина То есть Мы Можем Этих Носатых Сделать Спавнер То есть Не Нужно Дверей Ставить Чего То Подобного Просто Короче Яйцо Вставляешь И У тебя Спавнится Носатые Ты можешь Их Убивать Там Чего То Делать С ними И так Далее И тому Подобное Поэтому Я считаю Это Один Из Лучших Спавнеров То есть Ради Него Можно Даже В горы Пойти Такие Вот Дела Значит Смотрим Тут Кто Еще Есть Вот Давайте Вот Это Вот Все Разбираться Как Вы Думаете Кого Будет Спавнить Этот Это Яйцо Я думаю Вы уже Докатались Значит Два Череп Короче Скелетных Черепа Лук То есть Черепа Если что При помощи Заряженного Крипера Вы Выпиваются Ну Я уже Говорил Об этом И Вы получаете Спавнер Скелетов Ну Вот Этот Типа Вы Поняли Но Дело В том Что Знаете В чем Подвох Вот Ковы Зомби Нам Нужны Ковы Зомби И Кольчуга Кольчугу Кстати Тоже Трудно Достать Ее Можно В принципе Выбить Из зомби Теоретически Но Это Конечно Маловероятно Более Вероятно Получить Кольчугу У Кузнеца В Деревне То есть С Жителя Но Именно Кольчуга Потому Что Она Типа Редкая Не крафтится Я Сначала Думал Мазанный Нагрудник Сюда Поставить В крафт Но Потом Передумал Так Вот Это Яйцо Да Яйцо Призыва Зомби Казалось Бы Оно Очень Дорогое Кому Оно Нужно Но Тут У нас Есть Еще В будущем Будет Одна Штука Вот Как Вы Видите Здесь Используется Яйцо Призыва Зомби Также Морской Источник Тот Который Используется Еще В крафте Барьера Да Морской Источник У нас Сцене Он Очень Во многих Крафтах Используется Также Черепашье Яйцо Вместо Обычного Да Вместо Куриного Черепашье Яйцо То есть Черепашье Яйцо У нас В крафтах Используется Это полезно Потому Что Изначально Они не Используются Морская Трава Я так Понял Эту Морскую Траву Ну Ее Кстати Можно Убивать Черепах Получать Или же Просто Срезать Я так Понял Ламинария То есть Вы должны В море Полазить Все Добыть И Яйцо Призыва Зомби Которое Само По себе Стоит Уже Довольно Таки Дорого Совсем Не Дешевое Ну Что Мы За Это Получаем А Я думаю Вы Догадываетесь Кто У нас Водяной Зомби Утопленник То Мы Можем Спавнер Утопленников Получить А Спавнер Утопленников Это Бесконечные Трезубцы Как Вы Понимаете Это Того Стоит Поэтому Собственно Спавнер Зомби Не Так Уши Плох То Есть Яйцо Призыва Зомби Все Таки Вам Придется Скрафтить Если Вы Хотите Себе Спавнер Утопленников Значит Дальше Как Вы Думаете Липкий Поршень Два Блока Слизи Спавнер Кого Крафтится Таким Образом Да Теперь Вам Не Нужно Выкапывать Искать Слоем Чанки Ходить Короче По ночам На Полота Вам Нужно Только Вот Накопить Такое Количество Ресурсов И Яйцо Призыва Слизня Потом Найти Спавнер Кликнуть Яйцом По Спавнеру И У вас Будут Противные Слизни Спавнятся Замечательно Короче Будет Значит Вот Насчет Этого Это Кстати Очень Интересно Очень Интересный Моб Вот Кстати Это Тоже Один Из Лучших Спавнеров Которые Вообще Есть Ну То есть Одно Из Лучших Яиц Мы Можем Так Зак Зак Крафтить Угадайте Какое Тоже Яблоко Это Значит Что Это Моб С Нашего Мира То есть С Наземного Ни Сада Ни Сэндера И Ни С Подводных Рубин Это У нас Призыва Ведьмы То есть Мы Можем Спавнер Ведьмы Создать И Как Яйцо Призыва Летучей Мыши Это Как Любое Яйцо То есть Вы Ведьма Это Такой Моб У которого Родных Особо Нету Ну Разве Что Житель Обычный Но Я Решил Типа Пощады Вам Дать Так Скажем Чтобы Вы Спавнер Ведьм Смогли Сделать И То есть Так Вот Сделали И Потом Ведьму Убиваете Себе Покойненько Так Значит Здесь Уже Попыли Че У нас Осталось У Нас Еще Осталось Вот Например Вот Это Вот Что Это У нас Яйцо Любое Яйцо То есть Например Яйцо Курицы Призыва Курицы Вы Берете И Если Вам Вдруг Нужно Добавляйте 5 Костей Яйцо Пузырек Опыта И Как Вы Думаете Кого Это Будет Спавнить Я Думаю Это Очевидно Раз Спавнер Скелета Уже Был Кто Еще Кости Короче Кому Еще Относятся Яйцо Призыва Волка Бавнер Волков Можете Сделать Значит А вот Смотрите Рыба Если Что Рыбу Здесь Можно Любую Яйцо Яйцо Призыва Летучей Мыши То Это Значит Что Абсолютно Любую Любое Яйцо На этом Месте Может Быть И Абсолютно Любая Рыба Если Что Там Через Теки Это Реализовано Как И В остальных Случаях Вот Я могу Поменять Как Угодно Это Чтобы Вы Типа Не Сомневались Вот Яйцо Призыва Ацелота То То Есть Вы Котов Можете Размножать Но Это Такие Говняные Яйца Говняные Яйца Ужас Короче Здесь Тоже Очевидные Крафты Черепаж Яйцо То То Есть Это Значит Что У Нас Моб Будет Водный Ну И Собственно Какой Водный С Черепашьем Панцире Да И Кстати Любое Яйцо Требуется Но Я не знаю Кстати Яйцо Это Жирновато Будет Короче Яйцо Призыва Черепахи Вы Можете Спаунер Черепах Сделать И Хотя Я не знаю Зачем Он Нужен То Есть Как Черепахи Блин Не Как Мне Кажется Нужно Удешевить Этот Крафт Значит Дальше Алмазный Плог Морской Источник Морской Источник Значит Что У нас Подводное Что-то Будет Да Да Это Значит Что Будет Подводный Моб У нас И Треска В ведре Что Значит Треска В ведре И удочка Это Значит Что Мы Будем Спаунить Особых Мобов Интересно Они Будут Спауниться На Поверности Яйцо Призыва Трески Да Даже Такое Бывает Призывать Треску Это Жесть Конечно Так Здесь Ну Я не буду Больше Крафтить Я думаю Вы догадались Все То есть Вот Лосось Используется Морская Трава Ну Хотя Кстати Слушайте Лосось Жиш Он Хотя Он В океане Тоже Обитает Но Вот Видите Здесь Ламинария Везде Иглобрюха Чтобы И тропическую Рыбку А здесь Морская Трава То есть Вот В чем Различие Еще Это Важно Знать Иначе Забудете Значит Это Как Вы Видите Любое Яйцо Губка Морской Фонарь И мы Получаем Короче Спавнер Стража То есть Яйцо Призыва Стража То есть Мы можем Спавнер Стражей Сделать Вот Этих Вот Которые В крепости Живут Подводной И Яйцо Призыва Стража Которое Мы Получили Мы можем Использовать В крафте С двумя Морскими Губками А в основном Идентичном Для того Чтобы Получить Яйцо Призыва Древнего Стража То есть Спавнер Блин Древних Стражей Вы понимаете То есть Древние Стражи Это те Которые Дропают Губки То есть Это Бесконечный Источник Губок Бесконечный Источник Других Фиговин Единственное Что Я советую Вам Подготовить Местность Типа Вокруг Спавнера Потому что Когда Страж Спавнится Ауру Свою Распространяет А их Будет Много И как бы Их Будет Трудно Убить Короче Какую-то Ферму Чтобы Их Убивать Можно Было Там Не знаю Покрыть Все Вокруг Этими Какими Там Лавовыми Блоками Чтобы Эти Стражи Стражи Древние Умирали Там На Этих Блоках И вообще Подальше Держаться Потому что Они Очень Страшные Если Честно Значит Какие Еще у нас Спавнеры Есть Да Не хочу От них Доходить Значит Вот Этот Спавнер Давай Кстати Вот Это Как Вы Видите Адские Спавнеры Да Я хочу Все Так Показать Как Оно Крафтится Все У нас Уже Был Магма Куб А Вот Это Что У нас Тут За Яйцо Будет Блок Нароста Из Незера Незер Кварцевая Руда То есть Вам Нужна Кирка Силк Тачем И Вот Яйцо Призыва Свинозомби То есть Вы можете Призывать Свинозомби Но Это Не Такой Бо Ценный Пыл Спавнер Как Вы Понимаете Но Тут У нас Есть В общем То Требования Хотя На самом То Деле Насколько Я Помню Нам Без Разницы Да То Есть Мы Можем Поставить Сюда Вот Это Яйцо Или Какое То Другое Яйцо Ну То То Есть Вот Это Или Вот Это Тут То Есть Короче Сейчас Увидите Сейчас Я Вам Вот Яйцо Призыва Свинозомби И мы Можем Призвать Сполоха Но Также Мы Можем Заменить Его На Яйцо Магмала Куба Или Яйцо Визор Скелета То Есть Мы Можем Любого Адского Моба Сюда Поставить Яйцо И Только Тогда Мы Сможем Получить Яйцо Призыва Сполоха Сполох Это Ифрит Типа Все Дела Ну И В общем То Сказать И Вот Это Вообще Непонятно Что Если Честно Гаст Что Ли Короче Че Я тут Намудрил Совершенно Какое Это Непонятное Так 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 Дай Яйцо Призыва Гаста Причем С Тотемом Бессмертия Но Мы Можем Например Вот Заменить На Любого Адского Моба То Есть Я так Предполагаю Что Тотемы Бессмертия Мы Можем Использовать В принципе Вместо Яйца А Это Довольно Выгодно Потому Что Тотем Бессмертия Я считаю Более Часто Встречающаяся Вещь Чем Яйца Призыва Мобов Не В креативе Абсурвайвале Естественно Значит Дальше У нас Уже Что-то Осталось Еще Это Мы Рассказали Это Мы Рассказали Осталось У нас Последнее В общем То И здесь У нас Хардкор Хардкор Реальный И Я хочу Вам Сказать Что Вот Эти Вот Вещи Верхний Между Алмазными Блоками Они Взаимозаменяемы То есть В любом Из этих Двух Рецептов Мы Можем Использовать Или Элитры То есть Поставить Или Элитры Или Бирюзовый Шалкер Бокс Почему Бирюзовый Потому что Вам Придется Его Еще Покрасить Да Я Такой Вредный Я Хочу Чтобы Вы Еще Под Заебались И Покрасили Свой Шалкер Бокс Перед Тем Как Скрафтить Что Вам Значит Или Же Еще Какие То Вещи И Значит Смотрим Что Же Этот Рецепт Нам Дает И На самом То Деле Он Ничего Особенного На самом То Деле Не Дает То Есть Кристалл Энда Ну Блин Рамка Портала Вен Но Это Очень Дорогая Штука Но Тем Не Менее Все 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 Мы Яйцо Призыва Эндермен То Есть Ну Вы Поня То Есть Можно Использовать Голова Дракона Кстати Советую Если Вы Крафт То Есть Использовать Голова Дракона Потому Что Они Больше Никуда Не Применяются Они Просто Редкие И Как Только Венди Встречаются А Я Добавил К Крафт Элитру Ну Элитру Вы Можете И По Назначению Использовать Или Шалкеровый Ящик Но Ящик Тоже Довольно Полезная Вещь Но С Другой Стороны Ящики Чаще Можно Крафтить То С С Одной Крепости Вы Можете Несколько Ящиков С Крафтить Шалкеров И В Общем То Я думаю Никто Спорить Не будет И Последний Последнее Яйцо Спауна И Тут Используется Яйцо Призыва Эндермена Я так Понял Тут Других Яиц Нельзя Использовать Давайте Курицы Возьмем И Пещерного Паука И Проверим То Есть Вам По-любому Придется Скрафтить Яйцо Призыва Эндермена Для того Чтобы Скрафтить Яйцо Призыва Другого Мопа Очень Который Я думаю Все Хотели Бы Спавнер Этого Мопа Иметь У себя Просто Вообще Все Потому Что Это Просто Нереально Круто Значит Бамс И Бамс Яйцо Призыва Нафиг Мать Вашу Шалкера То есть Спавнер Шалкеров А Шалкеры Это Шалкер Боксы Бесконечные А Это Как бы Очень Круто То есть Спавнеры Эндермена Вы потом Сколько угодно Их можете Наделать Ну то есть Яиц Этих Эндермена Значит Попробуем Заменить Как вы видите Не работает То есть Я не вру То есть Работает только Яйцо Призыва Эндермена В этом рецепте При этом Если так Если так Поменяем Тоже Не работает То есть Нужен Эндер Сундук Это Как бы Символизирует Что Шалкер Это Сундук Собственно Рамка Портала Вэнд Очень Дорогой Рецепт Можно Естественно Так же Тут Заменить Как вы Видите Вполне Себе Рецепт Давайте Используем Глову Дракона Попапс Яйцо Призыва Шалкера Давайте Используем Его Так И это В принципе Все Рецепты Вот Смотрите Шалкеры Теперь Здесь Крутятся И вот Спавнятся Видите То есть Можете Их Убивать Ну Типа Я Советую Вам Естественно Подготовить Место Для Спавнера Перед тем Как Создавать Его Так Вот Смотрите Спавнит Еще То есть Видите Они Во-первых Он их Спавнит И на Свету Тоже Во-вторых Он спавнит Их Довольно Часто Ну И Теперь Давайте Перейдем Из Майнкрафта Файловую Систему И я Вам Расскажу Как Вам Добавить Эти Рецепты В свой Мир Итак Я Надеюсь Все Снимается Да В общем То Вы Идете В Свою Папку Майнкрафт Роминг И так Далее Идете В папочку Сейвс Идете В мир Который Вы Собираетесь В который Вы Собираетесь Мои вещи Добавить Ну То есть Мои Рецепты Которые Я для вас Создал Набор Рецептов Значит Дальше Идете В папочку Датапакс Естественно У вас Должна быть Этот мир Должен Играться На Майнкрафт 1.3.2 Ну Или Хотя бы 1.3 И в общем То Дальше Вы В датапаках Здесь У нас Есть Датапак Крафт Вот Это Собственно Тот Датапак Который Я для вас Создал Я создал Я создал Он называется Крафт И в общем-то Вот здесь Вот Находится Собственно Рецепты И теги То есть Вот рецепты Все И Теги Айтемс Вот Теги И в общем-то Вот такие вот Дела Вы просто Копируете В датапаке Папочку Датапакс Вот эту Папочку Крафт Все Понятно Понятненько А на этом Я с вами прощаюсь Всем спасибо За просмотр Если понравились Рецепты Вы сможете Скорее всего Скачать По ссылке В описании Под видео Не забудьте Поставить лайк Опять же Я для вас Старался Я считаю Давайте мне Другие идеи Я могу Подредактировать Рецепты Могу Создать Крафты Другие Любые Какие захотите Ну То есть Из стандартных Предметов Естественно Этим способом Оно на самом-то деле Легко делается При помощи Там Интернет Программ Ну А на этом Я с вами прощаюсь Всем До свидания